С начала октября во всех субъектах Российской Федерации, как и в Смоленской области, фиксируется рост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Заместитель начальника медико-санитарной части Лидия Штаней рассказала об обстановке в городе и о том, что необходимо помнить о недуге. Очередная волна коронавируса не обошла и Десногорск. Ситуация обостряется еще и на фоне сезонных заболеваний. На больничных листах 183 человека СОРЗ с коронавирусом 38 участились случаи тяжелого протекания болезни, что привело к расширению ковидного госпиталя. В настоящее время в нашем отделении для ковидных пациентов находится 51 человек. И если на прошлой неделе у нас было 50 коек, то сейчас их число увеличено до 70, так как люди продолжают поступать с внебольничной пневмонией, с тяжелыми формами ковидной инфекции. 14 из них с подтвержденной ковидной инфекцией, четверо находятся в реанимации. Для первичного осмотра пациентов в медико-санитарной части отведен специальный фильтр на базе старого инфекционного корпуса, где принимают два терапевта. Пациентам с высокой температурой выезжает бригада скорой помощи, вооруженная лекарственными препаратами. Это и специализированные противокоронавирусные препараты, противовирусные, антикоагулянты, гормональные препараты и таблетированные антибиотики. И пациентам, у которых врач подозревает ковидную инфекцию, эти препараты либо выдаются сразу на фильтре, либо доставляются на дом. Основным способом остановить инфекцию врачи по-прежнему называют вакцинацию. И Десногор сказалось бы достиг в этом хороших результатов. Привито 55% взрослого населения. Но оказывается, все не так безоблачно. Мы считаем с конца декабря 2020 года. И, как уже показали исследования и медицинская практика, через 6-8 месяцев вирус нейтрализующие антитела, можно сказать, прекращают свои действия. То есть их титр в анализах крови стремится к нулю. То есть тот человек, который привился в декабре, январе, феврале, в марте сейчас, он уже может считаться как бы непривитым. Пополнить уровень антител может ревакцинация. Но она проходит недостаточно активными темпами. Всего 1300 человек. Хотя недостатка вакцинах в поликлинике нет. И не только от коронавируса. С 1 сентября началась прививочная кампания против гриппа. Если в прошлом году грипп как бы себя никак не проявил, и такая даже есть формулировка, что ковид съел грипп, то в этом году грипп может взять реванш. И мы, кроме подъема заболеваемости по коронавирусной инфекции, можем иметь подъем заболеваемости по гриппу. Записаться на вакцинацию можно, обратившись в поликлинику. Или подать коллективную заявку для выезда мобильной группы на предприятие. Также в медико-санитарной части проходит диспансеризация населения, в том числе перенесших ковид.